всем привет добро пожаловать на семинар по трансфер лёрнингу где мы познакомимся с этой техникой заключается в том что мы используем уже предобученную модель на какой-то задачи для уже нашей задачи которая как правило похоже или напоминает то что было в начальном большом датасете на который обучалась модель и так вообще описание метода что что мы делаем в современном мире придумывать заново архитектуру какой-то сверточной сети невыгодно и нерентабельно вы вряд ли угадаете какая сеть сработает какая нет также напомню что зачем вообще нужны cnn cnn это некоторые фичи экстракторы на которые уже дальше обучаются классификаторы то есть в самой сверточной сети подбираются какие-то фичи изображения на свертке да то есть если кусочек изображения похож на свертку то это дает большую активацию и собственно вот одна фича она как бы имеет большое значение и дальше уже вот по этим фичам которые не руками созданы которые обучаемые мы уже сверху обучаем какой-то классификатор как правило это два-три слоя обычной полносвязной сети с активациями промежуточных слоях и это неплохо работает собственно в чем заключается файн тюнинг метод файн тюнинга да это как бы подможество transfer learning что мы делаем мы берем я уже сказал большую обученную сеть и не просто заново и обучаем а вот берем уже загруженные веса которые были подгружения и после этого мы пытаемся немножко изменить эти веса так чтобы они удовлетворяли уже условиям задачи которые необходимы нам обычно все большие сетки обучаются на датасете называемый инжнет он там состоит насколько помню из 1000 классов он очень большой по объему и самому обучать на этом датасете у нас нет никакой возможности поэтому мы пользуемся уже как бы выложенными моделями которые предупреждены на нас какие-то большие компании стартапы и так далее так вот файн тюнинг в чем он заключается мы можем во первых заморозить фичи просто которые есть на нашей сверточной сети и просто обучать этот классификатор заново во первых да как правило предобычные модели идут с последним слоем размерности равным 1000 как раз число классов в моченете нам не всегда нужны именно 1000 классов иногда нам нужно скажем два класса да и тем более классификатор заточен на какую-то там свои классы а нам возможно понадобятся какие-то другие и поэтому мы просто заново инициализируем вот эти вот последние слои которые являются классификаторами и меняем размерность выходного слоя обычно вся суть заключается в этом тут приведены некоторые инструкции можете в принципе их почитать но в основном всегда всех стратегиях лучше всего применять transfer learning нежели чем просто обучать сеть с нуля во первых потому что обученная сеть с нуля она как бы быстрее гораздо переобучается если у нас допустим этот маленький то очевидно фичи хорошими из него не получится то есть он просто как-то переобучится на выборку которая у нас есть в трейне особенности для нее и не станет смотреть на как бы общую совокупность фичей которые нам нужно формально да вообще чем больше данных тем лучше и даже если данные не похожи то скажем у нас глаз датчик классификации мы хотим сейчас ну не знаю там детекция сегментации которые вы узнаете позже все равно используют предобученные вот эти вот фичи это выгодно в практике давайте начинать сделаем необходимые все импорты и сегодня мы будем классифицировать картинки муравьев и пчел по соответственно двум классам для этого давайте загрузим датасет сделаем это с помощью команды вегет перед вегетом у нас стоит исключительный знак это показывает то что у нас команды выполняется в терминале и собственно дальше у нас идет ссылка на этот датасет zip и после этого мы делаем от zip то есть просто распаковываем архив со всеми фотографиями давайте так вот мы получили какие-то изображения вернее просто пока что их загрузили давайте поговорим об агментациях что это такое агментации также позволяют бороться с переобучением они вообще созданы для того чтобы в каком-то смысле увеличить датасет трейна за счет чего это достигается допустим у нас было изображение пчелы и вдруг мы ее повернули ну допустим просто отразили зеркально по горизонтали от этого пчела осталась пчевой собственно и наша сеть должна ровно так же понимать что это фотография пчелы и вот здесь за это отвечает какая трансформация как random horizontal flip то есть что она делает она там связанностью 0.5 берет просто и переварчит изображение и таким образом мы как бы случайно иногда расширяем наш датасет который был в самом начале а также мы используем нормализацию для нашего датасета откуда эти числа берутся вот тут значит у нас есть вектор из средних да по трем каналам и вектор из стандартного отклонения как правило его берут из самой предобученной сети предобученная сеть у нас обучалась на имиджнете поэтому неплохим выбором в принципе будет вот нормализовывать так вот именно теми же числами что которые были получены на имиджнете то есть что там происходило мы просто берем складываем там все картинки между собой делим на их число получаем какое-то среднее значение и потом мы делаем так чтобы это среднее значение было единицей стандартное отклонение тоже было единицей то есть мы там сначала вычитаем среднее потом делим стандартное отклонение хочу заметить что на валидации мы вот этого вот случайного горизонтального поворота мы не делаем его почему потому что мы хотим чтобы на валидацию у нас всегда как бы датасет был один и тот же. То есть данные, на которых мы лидируемся, должны быть детерминированы. Поэтому здесь вместо флипа здесь стоит просто центр crop, а здесь у нас, как мы видим, да, тоже стоит random resize crop. Что делать random resize crop? Он как бы случайно берет и обрезает наше изображение по размеру, который мы ему касали. То есть у нас там было выходное изображение 256 на 256, мы взяли и обрезали его до 244 на 244. Таким образом, как правило, вот объект наших наблюдений, он все равно попадает в выборку. Ну то есть вот у нас была изображена пчела, мы взяли как-то обрезали, а быть может пчела сместилась ближе к углу, но это все равно остается пчевой. И мы хотим, чтобы наша сеть также это понимала. Как нам, теперь перейдем к практике, как нам инициализировать сам датасет. Значит, у нас есть какая-то специальная структура, да, у скаченных файлов можно увидеть. У нас есть, значит, корневая папка, вот, honey. И дальше у нас есть валидация, вот папка с валидацией. И в ней, значит, по классам распихиваем, значит, изображение с пчелой, вот одна папка, и в ней все соответствующие изображения пчелой. И с муравьем. Также и с трейном. У нас есть пчелы, и если, значит, пчелы находятся в директории трейн, то мы будем, очевидно, пихать их в трейн датасет. Также и с муравьями. Вот. Если у нас есть такая структура папок, как здесь, то мы можем воспользоваться уже встроенной в TorchVision, так скажем, классом, называется ImageFolder. Что он делает? Он вот как раз-таки основываясь на этой структуре, делает наш датасет. То есть сразу же говорит, что вот этот трейн — это тест, и сразу же как бы выплевывает тензор из изображения и, собственно, классом. Классом сразу же переводят там из вот VSE и ANS в 0 и 1. В общем, все это у нас написано. Очень полезная штука. Поэтому, как правило, датасеты все по CV хранят вот в таком формате. Ну что у нас тут? У нас задано, значит, о директориях, в которой лежит наш датасет. И дальше, собственно, мы просто по трейнеру, по валидации достаём из папок нужные нам изображения. Также хочу обратить внимание, что на трейн датасете нам нужно поставить shuffle true. Это точно так. Почему это так? Потому что, допустим, у нас всегда один и тот же порядок, да, и мы обучаемся много эпох. Значит, там первыми, допустим, идут изображения, больше изображений, скажем, с пчелой, а потом с муравьями. И получается так, да, что в начале эпохи наша сеть постоянно будет предсказывать пчёл, а в конце муравьёв. Потому что она будет обучаться потихоньку. И на графике лоса вы увидите такую характерную пилу, можно сказать, из-за того, что как бы в конце эпохи сеть забывает о том, что у нас вообще-то ещё есть и пчёлы, потому что они были только в начале. И поэтому вот такой вот скачок лоса у вас был. И поэтому, чтобы такого не было, мы ставим shuffle в даталоадере уже, не в датасете. Ну, все мы знаем, да, тут batch size, нам workers — это число потолков, которыми мы будем погружать картинки. Вообще, тем больше, тем лучше, но ставить больше, чем у вас, скажем, ядер процессора, нет никакого смысла из-за того, что, ну, я думаю, всем понятно основы распределённых вычислений. Ну, и здесь, соответственно, задаём, если у нас есть gpu, а у меня сейчас в коллабе есть gpu, то это будет, вот эта переменная будет равна true. Давайте initializer.pdset, наконец, и посмотрим на их размеры. Мы видим, что в тренд-этасете у нас 244, именно batch'а на вальдат 153. Давайте посмотрим на изображение, которое даёт нам датасет. Ну, и вот, например, изображений. Значит, у нас первые две — это пчёлы. Я вижу пчёлы весь, здесь муравьи, я тоже вижу муравья. Всё в порядке, мы нигде не ошиблись. Собственно, как это выглядит для сети? Ну, выглядит примерно так, да? У нас тензор из трёх каналов и какие-то числа. Давайте теперь напишем, как бы, наш основной алгоритм. Вообще в машинном обучении это trainlook, то есть то, как мы тренируем нашу модель. Здесь для, скажем так, экономии строк-кода написаны сразу и валидация, и train в части. То есть мы тут как бы используем один и тот же цикл, ну, за некоторыми вот ставками, которые мы сейчас обсудим, для обучения и для валидации. Итак, что у нас тут происходит? Ну, во-первых, первый цикл, самый большой, это, очевидно, цикл по эпохам. Да, вот хочу обратить внимание, есть такая библиотека TPDM, я думаю, что вы с ней уже знакомы. Что она делает? Она показывает вот эту вот полоску прогресса, и вот я тут поставил, значит, описание, что вот эта полоска прогресса у нас по эпохам. То есть это, грубо говоря, ответит на вот это, но только когда это была буква T, это вот как раз-таки означает, что я буду полоску показывать. А если я просто раньше напишу, то никакой полоски не будет. Я думаю, это всем очевидно. Следующее, что мы делаем, это мы инферируемся по двум фазам. Здесь у нас это train и валидация. То есть на каждой эпохе мы сначала прогоняем train туда сета, а потом валидируемся, смотрим на то, как у нас изменилось качество. Ничего сложного. И вот здесь, да, вот как раз те изменения, о которых я говорил. От фазы у нас, собственно, зависит от поведения сети. Это очевидно. То есть на train мы ее обучаем, на валидации мы ее не трогаем и никак не оптимизируем, не взаимодействуем с оптимазием. Что у нас здесь? Здесь у нас про scheduler поговорим позже. Ну, давайте, у нас, значит, scheduler делает степ. У нас есть модель, которая переводится в режим train. По факту это отключает у нас, вернее, наоборот, отключает dropout и переводит бatch-нормы в специальный режим. И у нас есть, значит, другой случай, когда фаза у нас валидации. Что она делает? Она, наоборот, переводит нашу сеть в... То есть эта строчка, она эквивалент, если бы я написал model.l. Да, то есть переводит такой режим валидации. Отключаем dropout и там говорит, что больше статистик мы не накапливаем по бatch-норме. Что дальше? Вот теперь у нас самый внутренний цикл. Это по самому даталоудеру мы каждый бatch пропускаем через сеть. Какой у нас формат бatchа? Формат бatchа у нас следующий. У нас как бы это tuple из двух объектов. Первый объект — это тензоры, то есть сами изображения. Вернее, второй тоже тензор, но первый — это такой трехмерный тензор. То есть у нас там три матрицы, соответствующие каждому каналу. И, собственно, метки классов. Метки классов тоже тензор, но такой одномерный из одного числа. Мне здесь он будет двухмерный из-за того, что у нас еще бatch-сайз есть какой-то. Бatch-сайз 4, насколько я помню. То есть 4 метки соответствующие и соответствующие им 4 изображения. Значит, если у нас есть GPU, то мы перекидываем наш бatch на GPU. Ничего нового. Если у нас сейчас идет трейн, то нам, очевидно, нужно для начала установить ингредиенты перед пропусканием через сеть каких-то данных. Вот здесь мы этим и занимаемся. Собственно, давайте посмотрим. Вот здесь, да, это уже важный момент. Вот так. Еще одно различие, собственно, если у нас фаза сейчас гальдации, то мы еще раз говорим, что градиенты нам считать не нужно. Именно поэтому мы делаем вторичный уград. То есть в чем отличие между там точечка трейн, точечка эвол в данном модели и вторичный уград. Еще раз. Точка трейн, точка эвол переводит саму модель просто вот в свои какой-то слои модели в какой-то другой режим. При этом мы можем, в принципе, сделать там модуль точка эвол и дальше считать градиенты. Но наблюдаться нам это не нужно. Иногда гипотетически такое возможно, что нам нужно. Но это сейчас за рамками семинара. Так вот. И поэтому нам нужно еще отключать и градиенты, подсчет градиентов на эволюдации. Потому что мы не так не оптимизируем нашу сеть. И вот все, что вот написано после вывторчного уград, все вот это пространство условно, здесь градиенты считаться не будут. Тут можно еще что-то написать, какие-то операции. Здесь, если вы делаете бэкфорд, то он просто скажет, что у инвалидентов нет просто. Мы их не подсчитывали. Это ускоряет вычисление. То есть, как правило, этап в валидации он проходит быстрее, чем топ-трейн. Именно вот в основном по этой причине. Что мы делаем дальше? Из, собственно, output-модели мы получаем предсказание, как это сделать. Собственно, вот те, допустим, у нас сеть выдает, получается, тензор из двух значений, да? Потом из них как-то можно получить вероятности. Но это не важно. Важно то, что вот как бы чем больше значения вот этого выходного тензора, тем больше вероятность класса, значит, если вероятность класса самая большая, то, честно, мы будем предсказывать его. И поэтому мы вот, несмотря на то, что мы еще не перевели в простое вероятности наши output, они все равно будут как бы монтонно вырастать с ростом вот этих исходных значений в сети. И поэтому мы делаем argmax. argmax мы делаем по последнему размерности сети. loss мы считаем. Значит, loss у нас будет cross-entropy loss, поэтому мы просто можем впихать в него опыты со слоя. Да, для бинарной классификации, напоминаю, мы можем также использовать bce loss, так называемый, binary cross-entropy. И для него нам нужен опыт из одного нейрона, то есть из одного значения. И то есть, условно говоря, если там приводится не по той вероятности, если он больше, чем 0,5, то мы говорим, что первый класс, если меньше, чем 0,5, то второй класс. Все просто. И еще раз, если у нас фаза трень, то мы как раз-таки делаем backward, то есть backprop. Вот в этот момент считаются все градиенты и начисленные. И делаем мотиватор степ, который как бы веса модели берет градиенты и веса модели и как-то их применяет. И здесь мы накапливаем статистику, как мы это делаем для лосса. Мы просто прибавляем каждый раз лосса, потом считаем средний. Для accuracy, что мы делаем? Мы считаем на средний accuracy по бачу каждому. Это не совсем верно из-за того, что последний бачу чуть меньше, да, если мы просто будем прибавлять средний каждый раз потом делить, то мы как бы примеры последнего класса складываем с тем же весом, что и примеры из обычного большого бача нашего. И как бы значение accuracy, которое получается таким образом, оно не совсем верное. Оно слабо отличается, но все же отличается. Мы такого не хотим допустить. Поэтому мы считаем именно число правильных предсказаний и делаем их на общее число элементов нашего датасета. То есть просто считаем прям по определению accuracy. Что дальше? Что здесь еще? Ну, накапливаем статистику. Да, вот здесь вот тоже важная вещь. У нас вот есть pbar. И мы на него задаем описание, то есть это вот тот текст, который мы с ним будут отображаться. Сюда мы, значит, кладем фазу, то есть train либо валидация accuracy село среди типовой эпохи. Также мы сохраняем лучше модель, то есть если у нас валидация и accuracy стала лучше, чем было, то мы сохраняем модель. Если это не так, то мы модель не сохраняем. Ну, то есть как бы веса ее остаются, мы продолжаем тренироваться, но какую-то переменную bestmodule мы ее не записываем. Ну, и в конце вводится какой-то еще и подгружаются веса в лучшую модель. Мы хотим, чтобы так было по очередной причине. Да, также у нас здесь функция для отрисовки предсказания модели. Она похожа на то, что была вот здесь для просто отрисовки классов и соображений. И, собственно, здесь у нас функция для измерения качества модели. То есть мы здесь уже не тренируем, а просто пропускаем через валибационный folder и смотрим на то, какое значение у нас получилось. Ну что ж, давайте двигаться к практике. Мы сейчас попробуем обучить несколько архитектур. Значит, мы будем пробовать fine-tuning их разным образом, вернее, заниматься transfer-learningом более точно. Ну вот, немножко разными способами как бы отрисовки. Начнем с обычной AlexNet. Я думаю, с тем, она знакома. Первая там нейронная сеть, которая что-то смогла вообще сделать против обычных handcrafted фичей, то есть те, которые руками люди придумывают. А как ее загрузить? Значит, это опять же какой-то модуль из TorchVision, называется Modules. Через точку вам указано, какую модель мы хотим. И после этого у нас идет флаг pretrained. Если он true, то мы еще также загрузим без этой модели и собственно загрузим их в скелет модели. А если он false, то мы просто инициализируем как-то эту модель случайно. Давайте, да, посмотрим, что внутри. Наши себя не увидели. У нас тут свертки, relu, maxpool, свертка, relu, maxpool. Вот такие модули. Их тут получается 4 штуки. И после этого у нас идет average pooling и мы превращаем наши фичи из такого вытянутого вида, то есть маленькие изображения и много каналов обычной такой полоской представляют. Мы их представляем просто в флатном виде, то есть один вектор. Значит, этот вектор у нас размер 9216. Вот как раз то, о чем я говорил. Вот эта часть модели как бы верхняя первые слои называется фичи экстрактора. Она, как я и говорил, состоит из сверточных слоев в основном. А после нее идет вот наш классификатор. Тоже ничего нового. У нас просто связанная сеть здесь с какими-то дропаутами, нелинейностями в релу. Но по факту здесь вот видим три слоя. Один скритый слой вернее. И две экстрактора в релу. И как я говорил, в самом конце у нас out фичерс можно заметить тысячи. Что с этим делать? Давайте разбираться. Число фичей, которые приходят на хой классификатор 9216. Зафиксируем это число. А теперь скажем, что вот этот классификатор он просто давайте будет равен линейному слою из который привод большой длинный вектор из 9000 фичей в две. И вот эти две фичи мы будем брать как предсказание модели. Значит, как это можно делать? Мы просто берем вот наша модель через точку взываем классификатор вот мы здесь это сделали и просто говорим, что ты теперь не sequential из трех слоев а просто нн liner. Как-то случайно цилизировано кстати. то есть вот сейчас прям эту модель использовать нельзя. Ее надо как-то дообучить, чтобы вот этот классификатор научился тем фичам, которые выдает нам фичи экстрактора. Положим модель GPU. Как я уже говорил, будем использовать Cross-Alture Loss и в качестве оптимизатора возьмем Adam. Это самый распространенный выбор. Сильно лучше Adam, как правило, не прыгнешь. В общем, я думаю, вы знаете, что Adam это как бы такой оптимизатор сейчас по умолчанию. И по поводу Scheduler я обещал. Что происходит? Значит, мы на первых этапах обучения само по себе обучение, оно происходит более активно. То есть если мы посмотрим на Loss, он вот прям резко падает у нас. после этого мы хотим, чтобы наша сеть делала более маленькие шаги, чтобы она выпустила кого-то маленького локального минимума. При большом LR learning rate у нас просто будет как-то очень сильно прыгать модель. Представится себе параболу, я думаю, увидели эту картинку. Большой LR у нас вот так прыгает просто маленький learning rate у нас как бы оно вот скатывается и вот находит самый минимум. Так вот, что здесь происходит? На каждом седьмом шагу седьмой эпохи мы уменьшаем наш learning rate на гамма, то есть на 0.1. Что это значит? Каждые семь эпох learning rate уменьшается в 10 раз. Давайте собственно приступим к обучению. Функции мы уже подготовили, все аргументы у нас есть, почему бы не начать с самой интересной. Так что мы видим, да, вот нижняя полоска у нас есть, которая как-то быстро мелькает из-за того, что у нас идут итерации по дата-сетам и есть верхняя полоска, которая уже начнет число эпох. Допустим, сейчас дойдем шестая эпоха. Как я говорил, можно заметить, что галюлядация мы видим accuracy, у нас какой-то получается. Сразу скажу, что достаточно неплохая навалидация 90%. То есть 90% мы не то чтобы угадываем, а уже как бы предсказываем верно. Видим, что на трении у нас accuracy выше. Это логично. Как бы в том, что на трении accuracy выше, чем навалидация, это еще не значит, что это переобучение, просто оно вполне может в каком-то смысле параллельно идти друг к другу, и валидация тоже будет уменьшаться. Но да, мы уже видим, что в принципе навалидация была 90%, сейчас 88%, чуть-чуть упало качество, но ничего страшного, мы ведь сохранили лучшую модель. Дождемся окончания и поговорим немножко о том, как вообще графики построят. Я думаю, это уже знаете, но я покажу такие, как их сделать более красивыми. Значит, есть такая библиотека для статистики, она в основном используется, называется Seborn. Давайте я импортирую Seborn. Что мы можем сделать? Мы можем первое, что не нравится в обычном графике. Давайте я сначала построю. Он маленький, у него отделение достаточно маленького шрифта и тут что-то вылазит еще. Значит, объект сам по себе. Что я сейчас делаю? Смотрите, я делаю sns.set во-первых, у Seborn есть какие-то стили свои, да, давайте я воспользуюсь стилем whitegrid. Что это значит? Значит, фон будет белым и будет сетка. А во-вторых, вот этот вот шрифт, да, на осях, он слишком мелкий, как мне кажется. Я думаю, большинство со мной согласятся. Я делаю его на 40% больше. после этого 10 я должен создать еще как бы класс фигуры и задать его размером. Здесь он слишком маленький, мы хотим чуть больше его сделать. Мы используем, господи, тут процентов 10 экрана. Стандартный выбор неплохой это 12 на 8. И чтобы вот это не выходило, я делаю plot.show. после него вот этого выхода служебного условно его не будет. Давайте посмотрим на результат. Да, как по мне получилось гораздо более приятно. У нас есть сетка, мы можем как-то сравнить. Что мы видим? Как я говорил, сеть достаточно быстро обучается и после этого оранжевая у нас валидация на вателе. Сделаю, чтобы было видно, что это валидация. Да, вот теперь видно. Синий у нас train, валидация оранжевый. И вот мы достигаем кулаку минимуму, потом потихоньку растем. Но мы вот сохранили вот эту нашу лучшую модель. Давайте еще раз убедимся. Сохраним веса именно в память жесткого диска. и опять их загрузим, чтобы видеть, что все в порядке. И измерим accuracy. Curious у нас 88. Ну, вполне достойно. Какие еще есть способы? Какие еще есть способы font-tuning условно? Снова загрузим модель. И что мы теперь будем делать? Мы видим, что сейчас мы обучаем абсолютно все слои. Это в принципе нормально, но может привести к переобучению. То есть вот те фичи, которые модель долго обучала на большом датасете, они могут подпортиться и сместиться как бы в сторону тренем датасета нашего. И как нам это исправить? Мы хотим сейчас зафиксировать эту фичу экстрактор и обучать только классификатор. Как нам это сделать? Собственно, у каждого параметра модели есть такой атрибут как requires guard. По умолчанию как мы видим здесь он true. Мы можем просто поставить его false. И PyTorch как бы поймет, что для этих тензоров, которые являются весами модели, мы кредиенты не считаем. опять же указываем число фичей, оно осталось неизменным. Классификатор мы будем обучать, поэтому здесь мы никаких requires grads false не делаем. Закинуем на GPU, и здесь все то же самое. Давайте попробуем запустить обучение. Вернее, не попробуем, а запустим. Посмотрим результат. Вообще говоря, сейчас обучение должно происходить еще быстрее, так как мы градиенты считаем для меньшего числа параметров. В принципе, у нас тут полторы минуты, а до этого сколько? Ну, примерно столько же, кстати. Вообще это можно объяснить тем, что сейчас DGPU эта сеть достаточно маленькая, она вполне помещается, там, учисления более-менее параллельно делаются. Давайте опять повторим процедуру, сохраним, загрузим. Качество немножко подростковано. Еще один метод заключается в том, что мы не замораживаем полностью наш фичи экстрактор, а мы замораживаем только первые слои. Почему это может быть выгодно? Если посмотреть внутрь сверток AlexNet, то мы увидим, что первые слои, они содержат какую-то базовую информацию, да, условно, если там горизонтальные палки, палки, я условно говорю, горизонтальные линии на фотографии, если там вертикальные, как-то скосы, какие-то округлости, а вот, скажем, свертки, которые ближе уже к классификатору, они какие-то более сложные, там, какие-то, скажем, круги на правом углу и при этом палка в левом углу, как-то так. Какие-то они, в общем, сложные и кажется, что их тоже можно дообучать до для нашей задачи, а вот те, которые какие-то основные, их не трогать, они вполне себе подходят. Давайте в третий раз уже загрузим наш AlexNet и введем новую переменную, это вот число слоев в ключе экстрактора, которые мы хотим разморозить. и дальше мы делаем requiresGrad false только для первых слоев. Остальные мы тренируем. Опять делаем все то же самое, классификатор делаем в классификатор размерности 2. та же функция потерь. Интересно, что мы кладем в Adam. В Adam мы кладем в оптимизатор только те слои, которые нам нужны, то есть те, которые разморожены и классификатор. можем просто плюс делать и как бы у нас такой лист из параметров получится. Scheduler то же самое используем. Давайте запустим тренировку. Итак, мы получили качество 89.54 это лучше, чем первый способ, чуть хуже, чем второй. Суть в том, что изначально вот просто глядя на датасет, вы сразу не можете сказать, что это лучше, а что хуже. И поэтому надо пробовать все. Давайте познакомимся с таким еще методом со звездочкой немного. В чем он заключается? Вместо заморозки слоев давайте будем пробовать делать разные learning рейты на каждые слои. Как это сделать? Собственно, первый этап ничем не отличается. Давайте загрузим AlexNet. и сразу же поменяем у нее классификатор. теперь что мы делаем? Нам не нужно никак поставлять record град, он уже он везде будет true, очевидно. что нам нужно? Нам нужно как-то по-другому нецелизировать наш оптимизатор. Обычным первым параметром оптимизатора львого файта рча является скажем model.params В нашем случае это будет совсем так у нас будет лист с чем он будет состоять. Каждый линк листа будет диктор в дикторе мы можем указать параметры собственно это есть первая аргументабель и скажем давайте для начала выставим model.classifier .params то есть вот параметры этого слова пока что не будем выставлять а вот дальше кажется давайте вспомним как он называется точно features features.params да и для него вот здесь да ну просто по факту что в дикторе вообще происходит мы просто говорим какие аргументы нам передаются значит lr у нас будет первой кредит давайте если мы будем на классификатор ставить 1d-4 сюда поставим 1d-5 то есть единица на пятом месте после и теперь можем как бы указать базовый наш learning rate вот 1d-4 вот число элементов вот этого листа в качестве параметров первое парамс оно может быть в принципе каким угодно то есть вообще вот так чтобы красиво было то есть мы можем даже на каждый слой прям выставить свой learning rate который будет как-то линейно например расти к концу потому что в конце классификатора который мы хотим тренировать иногда это помогает как-то лучше обучать сеть иногда нет давайте посмотрим как получится у нас оптимизатор есть критерий теперь есть шоу шоу давайте скопируем у нас тут не модуль а модуль гиф то есть разный лодненький так вроде бы нормально давайте пока мы целизировать это все перекинем на бигуру и начнем тренировку да я думаю мы готовы да как мы видим accuracy у нас самая высокая не зря рассказывал честно говоря сам не знал получится ли лучше или нет но получилось лучше да я ведь правильно да обычно лучше было 90% сейчас это 92% междустанец план в общем надо каждый раз пробовать смотреть и не ограничивать себя каким-то одним методом а теперь поговорим поговорим немножко по-другому поговорим про архитектуру какие вообще эти сейчас бывают ну то есть начнем скажем кажется 2013 года алекс наверное в 12 году на следующем год по-моему было VGD VGG что в ней в ней просто чуть больше слоев на самом деле также у нас есть мы видим такие блоки да свертка свертка дальше max pooling то есть если раньше только одна свертка была и дальше pooling сейчас несколько тут у нас на данный момент на экране и в принципе мы также можем увидеть разделение между фичей экстрактором и классификатором тоже весьма классическая схема вот единственное что больше чем 19 слоев 19 блоков вы в ней никогда не увидите из-за того что в ней градиенты уже начинают как бы затухать об этом мы поговорим чуть позже в общем она достаточно большая по числу параметров тяжелая давайте ее загрузим сделаем то же самое и попробуем немножко ее потренировать да видим у нас время обучения чуть больше стало так давайте посмотрим на результаты какие у нас 95% да мы видим такой качественный скачок тут даже метод не подбирал просто что мы делали замораживали весь экстракт и тренер валит классификатор давайте двигаться дальше следующая идея такая вот в обычных сетях которые мы просматривали выше там у нас сверки по изображению они фиксированного размера они одни и те же и как бы возможно что если у нас будет какой-то маленький объект они ему среагируют а если он будет большим то он уже не будет реагировать хотя это вроде как один и тот же объект вот к примеру тут собаки изображены на левую фотографию у нас такая большая в смысле размер относительно всего изображения собака дальше чуть правее собака уже чуть меньше и на самой правой картинке у нас самая маленькая такая собака относительно размера изображения вообще по размерам что можно сделать с этим вот давайте тогда возьмем свертки разного размера собственно для большой собаки пусть будет сверка 5х5 для средней 3х3 и так далее и потом вот эти сверки как-то их сгруппируем посмотрим на них и передадим следующий слой самая простая версия дальше здесь у нас как бы уже немножко другая версия если у нас можем изменять число каналов от слоя к слою вообще да вот изменение по числу каналов оно как правило делается таким трюком как свертки один на один их можно увидеть очень часто вы скажете ну что за глупость это же просто попиксельно как-то непонятно да с первого раза ну что они делают они берут и по факту они как-то уменьшают число каналов или увеличивают в общем подгоняют нужное нам число каналов которые скажем было на предыдущем и станет на следующем он может быть разным вот можно добавить такие свертки что еще как я уже говорил да в предыдущей модели у нас нет смысла ставить больше чем 19 слоев потому что дальше качество падает почему это происходит слоев слишком много градиенты с самого начала не доходят до конца и в общем качество падает и у нас сами фичи получаются не очень хорошие первых слоя как с этим борются after inception да это архитектура называется inception когда у нас несколько таких ветвей они делают несколько классификаторов таким образом скажем вот после трех слоев да он состоит классификатор после там пяти и в самом конце таким образом мы считаем loss не только вот в самом конце да на нашем основном классификаторе а еще вот здесь вот на этих классификаторах которые пытаются обучаться вот на этих фичах таким образом как бы градиенту проще пройти отсюда сюда чем проходить есть огромный путь отсюда таким образом вроде как градиент начинает меньше затухать и вот конечный loss это же такое то просто будет сумма вот этих трех завешенная давайте пробуем ее обучить важный момент авторы еще статьи лучше или качественно меньше знаете за счет того что они начали подавать изображение большего размера не 244 пикселя на 244 а 299 на 299 поэтому нам понадобится немного другой датасет который будет выклевывать изображение не 244 размера а 299 давайте его инициализируем и попробуем тренировать нашу модель так сейчас точно убежусь что мы продолжаем модель кажется мы этого не делаем давайте попробуем сделать это сожгите версию так тренинг форматру да я предлагаю не заморачиваться но это донфантин просто донфантин все модели давайте вставлю код из предыдущего пункта за исключением первой строки да давайте все-таки заморожим поменять уже совкадутые фичи узнаем выпуска ладно и так как я говорил в inception у нас несколько аутов поэтому процедура фантинга здесь немножко будет отличаться давайте загрузим модуль экстрактор и тут нам нужно будет заменить сразу два слоя потому что у нас аутов два и как бы они суммируются берется среднее что-то в этом духе все остальное у нас не отличается и давайте запустим тренировку ну а пока тренируемся давайте обсудим еще парочку архитектур которые тоже можно попробовать которые есть в библиотеке TorchVision ну первое это ResNet собственно с проблем затухания градиентов можно бороться по-разному можно не только добавлять какие-то классификаторы в середину сети а можно еще и делать такие так называемые residual connections то есть на каждом слое мы берем и перебрасываем на следующие данные с предыдущего таким образом градиент у нас вот ровно прокидывается через всю сеть и обучение нигде не останавливается и фичи даже на самом первом случаются довольно гибкими это такая классика сейчас ее наверное тоже уже нигде не используют но все же в свое время она давала хорошие результаты и это такая первая по-настоящему глубокая сеть можно делать там таких 152 блока и так далее качество вот этого только растет но тут как бы у нас снова возникает та проблема что свертки одни и те же нам хочется сделать как бы несколько литвей по которым данные могут идти как нам это сделать вот давайте значит в отличие от обычного блока резнета ведем еще одну можно сказать размерность которая как бы будет говорить о числе путей по которым могут идти данные в оригинальной статье это называется кардиналити то есть чем больше кардиналити тем больше путей и в итоге как бы выход какого-то слоя это сумма вот этих вот фичей давайте теперь поговорим немножко об оптимизации как эту сеть можно оптимизировать именно архитектуру ну вот самая левая картинка точно такая же как и здесь справа в общем во-первых да на этом изображении втором на самом деле все эти архитектуры они эквиваленты давайте разбираться почему итак самое первое вместо того чтобы для каждого пути как бы расширять число каналов 256 32 раза как на картинке мы можем сначала перед увеличением размерности их сконкатинировать по каналам то есть вот у нас из каждой сети выходит 4 канала мы видим последнее число вот она четверочка из там второго канала 4 из второго пути выходит 4 канала и так 32 раза получается 128 каналов да и мы их друг на друга как бы наставляем получаем такую полоску и уже после этого мы из 128 переходим 256 это ускоряет наш сеть и по факту они становятся эквивалентны в любом случае то есть из левого и справа сеть может апоксимировать одни и те же зависимости идем дальше идем дальше тут немного сложнее как нам превратить эти вот 32 пути в одну свертку но необычно группа конволюшена называется круповая свертка не верю что так корректно говорить в общем суть в том что у свертки есть еще им параметры называется групп групп это как бы число по факту групп ядер вот этих сверток сейчас будем разбираться что это такое вспомним что такое обычный сверточный слой если ему на ход приходит с один канал а на выход с два канала то мы можем сгруппировать эти ядра свертки каким образом но с такие полоски длина на каждой полоске c1 то есть число входных каналов что мы делаем очень грубо говоря когда пропускаем картинку через слой мы для каждого канала применяем берем первый канал первую свертку из этой полоски применяем к ней собственно операцию свертки получаем что-то и так проходимся по всем каналам и таким образом мы получим только один канал выходного изображения мы знаем что у выходного изображения свертка у нас c2 поэтому мы делаем не одну такую полоску из ядер а сразу же c2 полосок всего сколько параметров получается в каждой такой полосочке у нас c1 свертка и всего полосок c2 c1 умножаем на c2 очень просто теперь как нам можно уменьшить число параметров сейчас будет магия смотрите давайте теперь разделим выходное и выходное тензо на две части по каналу и теперь давайте просто подумаем отдельно берем первую часть переводим ее в первую часть второго тензора а как нам это сделать ну наверное нам понадобится теперь у нас входная размерность c1 пополам выходная c2 пополам значит нам нужно c2 пополам полосок размерности вернее длиной c1 пополам потому что входное изображение c1 пополам каналов и того сколько нам понадобится нам понадобится c1 пополам умножить на c2 пополам сверток ядер сверток теперь давайте проделаем то же самое с второй частью то есть мы берем вторую часть и так же переводим в в тензор c2 у нас всего параметры да сколько получится 2 умножить на c1 пополам на c2 пополам то что мы два раза просто не принять первую ко вторую часть так вот это применение к первой ко второй части называется как раз таки группа convolution что происходит мы можем во первых не на две части разделять а на n частей и вот это n это как раз таки число каналов и таким образом мы вроде как приводим один тензор другое но при этом делаем это с гораздо меньшим числом параметров и давайте вернемся к этому изображению что мы здесь видим здесь если мы поставим групп 32 то есть мы как раз таки разделим наш исходный тенсор на 32 части и вот эти вот ветки да это будет ровно эквивалентно тому что мы будем делать дальше вот упираться свертку таким образом да вот чисто внешне если возьмем обычный блок резонета и вот то что у нас здесь получилось они они очень похожи и местных отличия это в групповой свертке мы только что показали что групповая свертка нам дает как раз таки 32 пути по которым может идти изображение вот так вот и еще один бонус значит эти вот все сети которые рассказывал насколько я понимаю это все до 2015 года резнекс насколько я помню 1015 выбрать уже посмотреть какой вот 17 год на уровне 8 2017 года кстати статья самая интересная достаточно есть еще много графиков да вот допустим и риск по сравнению с резнекс то резнекс от краски дарщик который мы разбирали как видим слоз тут меньше и еще они исследовали одну штуку в общем они увеличили число вот этих вот слоев и сравнивали это с тем что мы увеличим число вот этих вот путей кардиналити оказалось что нам более выгодно краски увеличивать число путей то есть за такое количество параметров мы получаем лучшее качество такие интересные результаты очень ссылка есть можете почитать потом давайте сейчас расскажем о чем-то более современным полностью я вряд ли расскажу об этом но вот какое-то представление будете иметь в чем суть значит сейчас все больше и больше на самом деле людей заботит не просто качество сети а то качество которое она выдает при своих размерах условно даже если там кто-то придумал сейчас архитектуру с огромным количеством параметра кто-то решает идеальную задачу и использовать никто не сможет то что у нее слишком много параметров и на все сервера навлезет не всем денег хватит чтобы обслуживать такой сервис на котором работает эта нейронная сеть что можно сделать можно как-то да а вторая проблема это какая что обычно вот архитектура которая есть не придумали люди и они в принципе как-то просто по своему чутью сделали а столько-то количество фильтров есть такой размер изображения здесь настолько то там как-то грубо говоря увеличим в два раза там 32 64 вот это все они очень часто часто 1000 2 4 на 1048 все какие-то магические немного константы что если это не совсем эффективный способ и и вот google в 2019 году представил новые архитектуры как группа архитектуры сетей называется efficient.net что они делали они во-первых определили то есть давайте посмотрим вообще по каким параметрам можем увеличивать нашу сеть это там число каналов размер входного изображения число слоев и и так далее в общем что они сделали для начала они там запустили грисерч то есть просто поискали по всей сетке вот это вот гипер параметров что-то оптимально потом обучили еще один алгоритм на этой сетке суть в том что их алгоритм он выдает на для царного размера выдает как бы оптимальную архитектуру с точки зрения лосса и скорости с которой ты нейронная сеть работает что у них получилось не получилось вот такая вот архитектура здесь мы видим до свертки из мобайлнета мы их сейчас не будем покрывать но суть в том что если мы посмотрим на график да у нас здесь по оси снизу изображено число параметров по вертикальной оси у нас изображено собственно кьюреси на том же самом нежнете и мы видим что вот сей фишинт на это они скажем при размере резнета 152 это как мы видим около 60 миллионов параметров с ней можно сравниться вот efficient net b1 который меньше десяти миллионов параметров она даже лучше с этим тоже можно поиграться внизу я оставил код как можно погружать модели efficient net сюда можно там b1 b2 поставить и так далее в общем если у вас будет время то сюда можно просто скопировать уже код который для обучения был создан и посмотреть какой кьюреси но выдают принципе вот да сейчас до сих пор используют какие-то модификации фишинт на это и это вполне современная архитектура это то что можно использовать вот как бы в реальном мире сейчас давайте посмотрим я думаю inception уже отработал так напечатал кьюреси ну 94 по-моему чуть хуже чем VGG но неплохо в принципе я не сильно оптимизировал как-то по методов интюнингом на этом я думаю все в принципе можете да тут еще ссылки есть на история лп и торча по трансферверингу там собственно вот ровно это дата сайты используются также там ссылки на курсе с 231 ну и здесь тоже они есть собственно про групп свертки если вы что-то не поняли то можно почитать там вполне доступным языком написано всем удачи в изучении себе терпение и всего доброго ну ну у